Герой нашего времени Сержант Ирина Юшкова Военнослужащие Вооружённых Сил России вместе со своими боевыми товарищами из Соединений и Подразделений Народной Милиции Луганской и Донецкой Народных Республик демонстрируют беззаветную храбрость, поразительную стойкость и несгибаемую волю в ходе специальной военной операции. На протяжении всего существования нашего государства русскому воинству приходилось неоднократно защищать родную землю от набегов неприятелей, которые покушались на нашу независимость и свободу. Это по существу история воинской доблести, история солдатской славы. И пусть невозможно поименно назвать всех рядовых воинов, всегда выносивших на своих плечах основную тяжесть войны, историческая память сохраняет для нас благородные черты самоотверженного защитника отчизны. Обращаясь к истории солдатской славы, мы ощущаем связь времен, лучше понимаем, откуда пошли, как выкристаллизовывались, из каких источников подпитываются замечательные качества российского солдата. Как и наши великие предки, современное поколение защитников Отечества своим примером показывает, что такие ценности, как благородство, бескорыстие, преданность государству, патриотизм никогда не утратят своего значения и всегда будут служить надежной опорой сильной Великой России. В полной мере это относится к российским военнослужащим, решающим ответственные задачи, защищающим мирный народ. Выполняя свой воинский долг, российские солдаты и офицеры вместе с военнослужащими народной милиции Луганска и Донецка находятся на передовой, как и в годы Великой Отечественной войны. Поэтому мы обязаны знать имена всех, кто сегодня сражается за свободу, суверенитет и благополучие нашего государства. А сегодняшний рассказ пойдет о медицинской сестре хирургического отделения, о сержанте Ирине Юшковой. С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик Ирина Юшкова выполняет задачи по оказанию экстренной, неотложной и плановой медицинской помощи нашим военнослужащим, получившим ранения в результате боевых столкновений. Ирина принимает участие в спецоперации с самого первого дня, с конца февраля. Она рассказала о самом первом бое спецоперации. Мы не успели надеть средства защиты, выбежали. Были тяжелые, больные и раненые на носилках. Мы занесли их в свои окопы и оперировали в буквальном смысле на земле. Старались, конечно, соблюдать все нормы асептики и антисептики. Спасали ребят. Были очень тяжелые ранения. Тыловая колонна, в составе которой находилась Ирина, продвигалась к линии боевого соприкосновения для своевременного снабжения войск. Боевики предприняли попытку сорвать материальное обеспечение российских подразделений на передовой и атаковали колонну. В результате обстрела со стороны вооруженных радикалов автомобиль медицинского обеспечения, в котором была Ирина, получил повреждение и потерял ход. Находясь под огнем противника, сержант Юшкова проявила хладнокровие, быстро сориентировалась в стремительно меняющемся обстановке и оказала неотложную медицинскую помощь девяти военнослужащим, которые получили ранения в результате артиллерийского залпа, чем спасла им жизнь, после чего приступила к их эвакуации. Перегрузив раненых, которым требовалось дальнейшее лечение, выдущий следом бронетранспортер. Она продолжала их сопровождать вплоть до прибытия в полевой госпиталь, неоднократно подвергаясь огневому воздействию противника. В составе хирургической бригады полевого аэромобильного медицинского отряда сержант Ирина Юшкова принимала участие в качестве ассистента во время операции тяжелораненых военнослужащих. Ирина Юшкова говорила, что ей приходилось оперировать раненых в полевых условиях прямо на земле, при этом медики старались сделать все, чтобы спасти жизнь ребят. Иногда случаи были очень тяжелыми, например, выпадение легкого у парня, который пришлось эвакуировать сразу после операции. К счастью, он остался жив. Одним из ярких воспоминаний для Ирины стало 8 марта, когда для девушек, которые долгое время жили в стеснительных условиях, накрыли настоящий праздничный стол. Ирина говорила, что могла бы уже уехать, но ни она, ни ее боевые подруги не думали об этом, понимают, что нужны там и не жалеют о том, что уехали. К этому можно добавить, что тулячки, а Ирина была именно из Тулы, уже не первый раз показывали образец героизма и мужества на поле боя. Так национальной героиней стала Кристина Ким. Девушка вынесла из-под обстрела 12 раненых десантников и спасла жизнь 4-летнему ребенку. Вот они, настоящие русские женщины. Те, кто решает сегодня боевые задачи в ходе специальной военной операции, помнят историю, чувствуют сопричастность к ней, чтят, сохраняют и умножают традиции фронтовиков великого поколения, спасшего Родину.